приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про китайского бульдога м41d бульдог появился очень давно еще во времена когда lt10 не было но потом какой-то гений говорит а давайте чтобы балансировщику жилось легче лтшечки растянем с 8 до 10 уровня поскольку раньше lt были максимум восьмерками видите ли балансировщику плохо от этого было но сейчас когда lt у нас доходит до 10 уровня ему прям хорошо заходишь каждый бой прям видно ему хорошо прям вообще кайф в то время когда лтшки были максимум на восьмом левеле это был самый высокий уровень бульдог был на седьмом левеле барабанный легкий американский танк из барабана он мог забрать танк там было очень много снарядов это был наверное лучший вариант бульдога в игре за всю историю этой замечательной картошечки и за всю историю всех бульдогов в ней но потом растянули lt до 10 левела и бульдога засунули на восьмой уровень забрали у него барабанную пушку и всунули какую-то пушку пердушку без барабана как можно танк поставить на уровень выше и дать пушку конченее чем было тут догадуйтесь сами после чего в игре начали появляться немецкие бульдоги премиумные обычный гранд финальный и так далее они просто одинаковые после чего появился еще и китайский бульдог китайский бульдог отличался от американского тем что там модернизировали орудие там вообще другое вроде как поставили другие снаряды двигатель другой бортовые экраны какие-то там появились честно говоря не знаю чего они там защищают ведь танк пробивается просто в силуэт и брони в нем нет но какие-то там бортовые экраны как-то там заменялись либо вообще добавлялись но я не знаю сколько фольгу фольгой не обматываясь равно это фольга в фольге и протыкается она пальцем китайский бульдог появился в игре в феврале 2019 года то есть этому танчику почти четыре года в 2021 году его апнули обзор был 390 стал 410 максималку вперед апнули и назад получилось вперед 68 назад 24 аппали там по чуть-чуть три вперед два назад в общем и целом что хочется сказать про это ведро маскировка плохая размер а ромной брони нет криту и мы зашкаливает обзор как для лт а у какой лт обзор не такой же из-за чего нас пересвечивает большинство лт и от этого строится основной геймплей этого танка есть у него и плюсы такие как дпм что касаемо полевой модернизации сначала выбираем максимальную скорость ни в коем случае не выбираем улучшение удельной мощности поскольку это ничего нам не даст на всех лт на которых я брал три отметки всегда лучшим вариантом был остается и будет увеличение максимальной скорости поскольку увеличение мощности двигателя ничего не дает вообще ваш танк как ехал так и едет только максималка у него теперь меньше разница в мощности двигателя такая мизерная что вы ни на какой лт это даже не заметите а вот разницу в максимальной скорости вы заметите поэтому максималку всегда улучшаем дальше у нас есть выбор либо дпм либо точность здесь смотрите сами я выбрал дпм поскольку разница в точности небольшая хотя можно выбрать и точность разница там не особо можно вообще ничего не выбирать честно говоря пофиг если у вас руки завязаны на узел и вы ими играть нормально не можете для вас улучшение точности или дпм роль никакой не сыграет но и в конце улучшаем защиту от фугасов поскольку этот большой сарай с нулем брони очень любит впитывать фугасы на все лицо вот в принципе и такая вот полевая модернизация и так сейчас поговорим про его стиль игры что на нем нужно делать в бою чего нельзя ну и сделаем вывод хороший это танк или нет стоит ли вообще на него засмотреться и так стиль игры следующий мы должны пытаться играть конечно же как можно активнее но всегда в голове нужно держать следующее сколько бы ваших союзников не светилась стрелять практически всегда будут вас 99 процентов выстрелов будут лететь в вас если вы светитесь поскольку у вас не нужно не целиться не сводиться и просто в силуэт с вертухи стреляешь почти всегда все будет залетать поскольку бульдог огромный и у него нет брони все будут только и стараться вас стрельнуть лишь бы какой-то урон настрелять также многие будут вас упарываться на любом корыте поэтому если мы едем активно светить за счет плохой маскировки большого размера мы будем всегда умирать если мы будем ехать агрессивный курс занимать нас будут пересвечивать всякие evan 90 который в каждом бою по 10 штук если не переувеличивать то 23 точно будет и в общем и целом нам нужно держаться чуть ли не на одной линии с союзниками иногда немного выходить за эту линию недалеко если пространство на карте появляется враги дают это пространство мы должны им пользоваться если понимаем что это для нас безопасно поэтому танк очень сложный поначалу вам нужно освободить карту от вражеских лт поскольку они вас будут все время пересвечивать и убивать а многие из лт могут просто в вас упороться и пристрелить или тараном завалить допустим советские лт могут спокойно таранить и от нас мокрого места не останется также всякие такие танки как немецкие там бульдоги хвк-30 британский прем танк сэндлок там колесники они все будут стрелять в нас фугасами и да и все остальные враги чаще всего тоже из-за чего у нас чуть ли не по пол хп будет улетать если мы не прокачаем полевую модернизацию и даже если прокачаем все равно будем принимать эти фугасы очень хорошо поэтому нам нужно бояться танков с повышенным пробитием фугасами также нужно бояться советские танки которые могут влететь в нас но есть танки легкие против которых мы можем упороться и перестрелять их за счет нашего огромного дпм скорострельность у нас реально жесткая сделать кд 3 и 4 вообще легко поэтому какие-то советские танки или китайские мы все же можем перестрелять самая легкая для нас добыча это британские прокачиваемые танки у них хорошее пробитие но очень плохой дпм поэтому мы можем им прям в лицо заезжать и расстреливать поскольку у них нет дпм и мы буквально чуть ли не в два раза быстрее будем их стрелять это для нас от дичь которая предназначена именно нам ее очень мало ее нужно ценить замечать и съедать и весь бой мы должны заниматься тем что использовать пустое пространство на карте и особо не стараться играть агрессивно против живых лт поскольку они почти все нас пересветят и мы будем просто умирать желательно доживать до конца боя чтобы в нужный момент самый выгодно для нас стороны обманного врага заезжать и реализовывать наш дпм желательно знать все хорошие кусты на картах безопасные чтобы пытаться иногда насвечивать иногда настреливать по поводу сборки оборудования первая сборка на дпм досылатель стабилизатор вентиляция вторая сборка на псевдо лт просветленка коп и оборудование которое повышает маскировку в слот я поставил оборудование которое увеличит маскировку со сборкой на дпм у нас маскировка получается 30 со сборкой на псевдо лт маскировка получается 40 у всяких там колесников у всяких там evan 90 и так далее маскировка будет 50 и то и 50 плюс у нас максимум 40 это если мы еще и инструкцию на маскировку поставим так что даже со сборкой на лтшность наша лтшность будет такая вот чуть лучше чем у среднего танка это будут случаи когда ст-шки с хорошей маскировкой такие как пилот номер один на котором никто не играет в их в рандоме не встретите бурас которых вы можете часто встречать и шарфутюр у этих ст хорошая маскировка примерно как у нас поэтому они нас иногда даже будут пересвечивать так что вся наша лтшность в рандоме будет очень страдать все зависит от ваших рук это танк очень скиллозависимый сложный но играть на нем можно результат я набивал нормальный серебро это танк фармит примерно как и все прем танки фармить на нем можно единственное что хотелось бы не видеть два подкалибера и основной снаряд подкалибер и специальный голдовый снаряд тоже подкалибер я не люблю подкалиберы они очень часто то рикошетят то не любят ничего пробивать когда стреляешь по бумажным танкам то пофиг принципе чем стрелять но как только какие-то наклоны ли хоть какая-то броня появляется все подкалибер такой я устал я рикошет хотелось бы увидеть какие-то бэбэшки кумульчики там и так далее и пробитие голдой 220 с хостиком это конечно чепуха редкостная хотя бы 240 бы но пробитие конечно жуть основным снарядом даже 200 пробития нету но это лт у них у всех пробитие небольшое за исключением британских прокачиваемых лт но у них нет дпм поэтому такой вот танк в принципе я бы не сказал что он плохой точно не имба такое среднее для разнообразия поиграться можно в первую очередь бежать за ним покупать я бы не стал если заняться не чем на нем можно поиграться но реализовать его сложно вот такой вот вывод по танчику как прям танк он просто норм такой вот что-то средненькая с вами был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok